Массаж здорового ребенка можно начинать с двух месяцев. Выполнять массаж нужно ежедневно через 40 минут после еды, либо за 25-30 минут до еды. Достаточно выполнять один сеанс массажа в день. Не рекомендуется делать массаж перед сном. Массаж ребенка первого года жизни включает основные приемы – поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Проводить массаж нужно в светлой проветренной комнате, температура воздуха в которой не должна быть ниже 22 градусов. В теплое время года массировать ребенка можно обнаженным, а зимой, осенью и ранней весной тело ребенка нужно прикрыть, оставив открытыми лишь массируемые в данный момент участки тела. Не рекомендуется при массаже использовать кремы и присыпки. Массаж необходимо делать мягко и нежно. Очень важно следить за реакцией ребенка на массаж, которая должна быть положительной. Если ребенок по каким-то причинам плохо реагирует на массаж, его следует прервать. Движения при выполнении массажа должны быть направлены по ходу кровеносных сосудов. Область печени при массировании живота необходимо обходить. Также нужно обходить при массаже половые органы ребенка, а при массировании спины нельзя применять ударные приемы – похлопывание, поколачивание в области почек. Проводить массаж ребенка следует в течение 6-7 минут. При небольших покраснениях на коже ребенка в результате диатеза массаж нужно проводить осторожно, избегая участки с высыпаниями. Если же высыпания стали значительными, массаж в это время производить не следует. Нельзя проводить массаж при различных инфекционных заболеваниях, при рахите в период обострения, при паховых, пупочных и бедренных грыжах, а также при различных воспалительных заболеваниях кожи. Руки массажиста должны быть теплыми и чистыми, а ногти на руках подстрижены. Перед началом сеанса следует наладить контакт с ребенком, доброжелательно и ласково поговорить с ним. Начинать массаж следует с простых приемов и упражнений, а со временем процедуру можно усложнить, постоянно вводя новые элементы. Нельзя сильно захватывать и сдавливать ткани из сустава ребенка, так как это может причинить ему боль. Все приемы и движения должны выполняться с осторожностью. При выполнении всех массажных приемов и упражнений конечности ребенка и его головку нужно беречь от резких движений и толчков. В противном случае могут возникнуть различные нарушения суставно-связочного аппарата. Очень важно в ходе массажа наблюдать за ребенком, выделяя те приемы и упражнения, которые доставляют ему положительные эмоции. Последующие сеансы массажа следует начинать именно с них. Так как кожа грудного малыша очень нежная и тонкая, сначала нужно применять щадящие приемы массажа, например, поглаживание, а затем можно вводить и остальные приемы, например, усирание и легкие вибрации в виде потряхивания и встряхивания.